Surprise! У меня есть Life Update. Я вышла замуж совсем недавно, и в этом видео я хотела бы рассказать о том, как выйти замуж в Мексике, что для этого потребуется, если вы выходите замуж за мексиканца. Если вы выходите замуж за гражданина другой страны и хотите пожениться в Мексике, то вам потребуются немножко другие документы, нежели чем если вы выходите замуж за мексиканца. На самом деле мой нынешний муж, тогда молодой человек, сделал предложение в начале декабря, и у нас была уже запланирована поездка к нему домой в Мексику в конце декабря, и я должна была улетать в середине января, то есть чуть более чем три недели. И мы подумали, почему бы, ну после того, как он сделал предложение, мы стали смотреть, где легче всего пожениться для нас. Поскольку он живет в Великобритании, мы думали сначала о Великобритании, но туда нужно было бы получать сначала визу на то, чтобы там пожениться, а потом уезжать домой и подавать на другую, более сложную визу. Я этого делать не хотела. В Испании, у него второе гражданство в Испании, было также это сложно сделать, потому что в Испанию нужно привезти двух свидетелей как минимум дважды на свадьбу. Сначала просто на то, чтобы подать заявление, а потом также на то, чтобы пожениться. Ну, в Испанию бы приехало намного, ну, достаточно большое количество человек, с этим бы проблем не возникло, но то, чтобы привезти двух человек как свидетелей, ну, с этим возникали сложности. Плюс у Испании в каждом регионе были свои правила, женить бы, и нам было это сложно. В России тоже очень много заморочек, поэтому Россию мы сразу отмели. И поскольку эта поездка в Мексику у нас была уже запланирована, мы также посмотрели, а можно ли пожениться в Мексике. И, как выяснилось, можно. И это не так уж дорого, и не так уж сложно. Единственный документ, который от меня потребовался в Мексике для того, чтобы выйти замуж за гражданина Мексики, это свидетельство о рождении с апостилем. Вот так выглядит мое старое свидетельство о рождении. Так выглядит апостиль, который мне срочно выдали в ЗАГСе. Ну, не так уж срочно, за пять дней. Не так уж плохо. Собственно, я быстренько получила этот апостиль в России. Также быстренько подалась на нотариально заверенный перевод этого свидетельства о рождении с апостилем на испанский язык. И с этими документами радостно уехала в Мексику. Что в Мексике потребовалось от моего молодого человека, от моего мужа, собственно. От него потребовалось также свидетельство о рождении. Он также сходил к местному судье, который проводит выездные церемонии. Несмотря на то, что это было время перед Новым годом и все были в отпусках, он еще работал и за денежное вознаграждение согласился провести церемонию свадьбы. И зарегистрировать наш брак 29 декабря. Я предоставила данные своего паспорта, предоставила вот это свидетельство о рождении, предоставила перевод. Но судье смутило то, что в загранпаспорте у меня написано только фамилия и имя, а в свидетельстве о рождении и в переводе также присутствует отчество. И он потребовал справку от консульства о том, что это одно и то же лицо. То есть я с отчеством, я без отчества. Также потребовался перевод свидетельства о рождении с апостелем в консульстве. И с переводом там возникли небольшие проблемки. То есть на самом деле перевод должен быть сделан просто сертифицированным переводчиком штата, в котором вы находитесь. То есть у меня сюда до Мехико. Но поскольку все переводчики были в отпусках уже в это время, то судья довольствовался подтверждением из консульства о том, что перевод этот является верным. Ну, в консульстве на самом деле мне сделали все документы за полтора часа. Очень быстро и эффективно. Спасибо большое российскому консульству в Мехико. Собственно, вот и все документы, которые от меня потребовались. С этими документами мы приехали еще раз к судье. Заполнили анкеты, где указали данные своих родных. И, то есть, мамы, папы с обеих сторон. И написали, что хотим пожениться. И, собственно, потом, через пару дней, он приехал на нашу выездную церемонию в Асиенде-дель-Тлальпан. Мы больше ничего не делали. Судья нам прислал документ. Мы получили... Потом семья моего мужа получила и marriage certificate с апостилем. У меня был на руках. И, на самом деле, в России он тоже действителен. Если, конечно же, есть большое желание, то можно судить ФМС и поставить также штамп. Достаточно несложно. Можно пожениться и в Мексике с гражданином в Мексике. На самом деле, я была испугана, потому что раньше были такие требования, как нужно было сдавать анализ на СПИД и делать рентген легких. Но эти анализы недавно совсем отменили, поэтому информация, которая есть в интернете, не самая новая. Эти документы... Ну, то есть, эти анализы нужно сделать обязательно в Мексике и в этом штате, в котором вы находитесь. И я была немножко напугана тем, что мы не успеем это сделать. Но поскольку судья сказал, что эти документы больше никому не нужны и их уже никто не использует, то это большой плюс. Ну, наверное, на этом всё. Надеюсь, что то, что я снимаю, вам полезно. И до новых встреч!